Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за приглашение на столь интересную конференцию. В своем докладе я хотел бы рассказать о методе комбинационного рассеяния для анализа и детектирования экзосом, в частности. И, по большей части, так как мы недавно стали заниматься экзосомальной тематикой и применением этого метода, я буду рассказывать, по большей части, приведу примеры нескольких статей, подходов, которые используются в настоящий момент. И представлю также результаты наших исследований, и в каком направлении мы вообще движемся в этом плане. Ну, здесь слайд, говорящий о том, что действительно жидкая биопсия в настоящее время вызывает значительный интерес для детектирования, в частности, для раннего детектирования онкологических заболеваний. И в этой связи экзосомы представляют значительный интерес, так как действительно является маркером, онкомаркером на ранней стадии. Ну, вот следующий слайд. На следующий слайде я хотел бы привести пример физических методов. Не всех, конечно, но, в частности, метода атомно-силовой микроскопии, который позволяет наблюдать экзосомы и оценивать их размер. И второй – это конфокальная микроскопия, совмещенная с ворсцентом режимом, а также для визуализации, и экзосомы отдельно, либо в клетке. И хотел бы подчеркнуть, что в дополнение к этим методам очень важно не только, скажем, визуализировать, определять размер, но также судить о молекулярном составе, фактически наблюдать те или иные функциональные группы, которые присутствуют либо на поверхности, либо в объёме, и по возможности делать это неинвазивно, в режиме реального времени и так далее. И одним из методов, который позволяет такую манипуляцию осуществлять, является метод комбинационного рассеяния. Но вкратце, на чём он основан? То есть основан на регистрации вибрационных колебаний групп в структуре молекул, либо атома в атоме, средствия поляризации этих самых групп, изменения поляризации под действием лазерного излучения. В чём преимущество? В том, что, в общем-то, этот метод не нужно использовать метки, безметочный метод, неинвазивный, и в принципе позволяет работать с образцами в таком нативном состоянии, ну, в частности, там, жидкости, то есть нет пересечения с колебаниями от воды. И в дополнение к этому методу с развитием наноструктур, нанотехнологий появился, в общем-то, такой некий подход, то есть гибрид этой технологии с использованием наночастиц и наноструктурированных объектов. То есть при взаимодействии или нахождении некого объекта, молекулы, либо измеряемого объекта вблизи такой структуры, то есть за счёт появления локального поля при действии лазерного излучения возникает локальное поле, и сигнал значительно можно несколько раз тысяч увеличить. То есть и вот, ну, в качестве примера, это вот спектры полученные от модельного вещества родамина при такой концентрации и при, как бы, при концентрации вплоть до одной молекулы. То есть фактически такой довольно-таки чувствительный метод, который, в общем-то, стал довольно широко сейчас использоваться для биологии, в медицине есть некие такие подвижки и хорошие. Вот. И, ну, очень много структур, которые могут быть использованы, начиная от наночастиц, всем известных, до таких структурированных объектов, которые могут быть собраны на поверхности, на коллоидные, на сферических микрочастицах, на подложках, стекле кремнии, полимерах и так далее. То есть большое многообразие, которое также используется для, в качестве таких вот сенсоров. И вот далее несколько слайдов, как данный метод, в частности, для который позволяет усиливать сигнал комбинационного рассеяния, используется, был применён и в ряде публикаций показано. Но здесь вот существует два подхода. Первый – это безметочный подход, как я сказал, то есть существует некая поверхность, на которую помещаются экзосомы. Причём вот в данной работе они были выделены из… получены двумя способами. Вот. И исследовалась фактически молекулярная структура, то есть по набору спектров, существует набор спектров, определённые колебания, и далее применяется статистический анализ, и можно, выделяя главные компоненты из всего набора спектров, дифференцировать и тем самым говорить о том, какие экзосомы измеряются, детектируются и делать анализ. То есть в данной работе был проведён анализ и найдено различие между раковыми экзосомами, выделенных из клеточных линий рака лёгкого и были сравнены с экзосомами, которые были выделены из нормальных клеток. И, в принципе, данным подходом удалось показать различия по набору спектров и выделению главных компонентов, что очень, довольно-таки, большой эффективностью. Но вот ещё одним подходом, который используется, здесь уже применяется вот иммуномечение сенсоров, что очень важно, что в сравнении с предыдущим подходом данная методика, она позволяет, в общем-то, производить анализ и детектирование в условиях, ну, если образец, скажем, находится в плазме или в крови, то есть здесь больше на это направлено, то есть повысить селективность и, соответственно, чувствительность. Ну, обычно здесь используются это наночастицы с определённой меткой, которая очень даёт большой сигнал, то есть есть набор пиков, то есть некая такая тоже метка, и далее производится функционализация поверхности сенсора. Ну, вот в данной работе используются золотые наночастицы и магнитные наночастицы, в данном случае частицы магнитные были модифицированы биотином, золотые наночастицы, такой двойной ДНК с определённым набором антител, которые способны связываться с поверхностью, с липидной мембраной, и тем самым такой иммунокомплекс формируется при добавлении всех компонентов между магнитной частицей, экзосомой и, соответственно, золотой наночастицей. Далее с помощью магнита всё это отделяется и производится анализ. И вот что интересно, что в данной работе было показано, вот на гистограмме показано сравнение разработанного метода с коммерчески доступным инструментом, и результаты были достаточно хорошо коррелировали, и в некоторых случаях были чуть-чуть лучше. И всё, то есть сенсор может быть не только частицей, но и вот такая вот некая поверхность. Вот в данной работе производили модификацию данной поверхности набором антител, то есть различные антитела пришивались, и далее экзосома связывалась с антителами, запускались, опять же, сенсоры с определённой меткой, это золотые нанородцы, которые связывались непосредственно с липидной мембраной за счёт заряда, и что удалось выявить, не только, скажем, детектировать, но и найти различия между поверхностными белками. Причём это можно было делать и таким колореметрическим способом, то есть есть некая матрица, и далее глазом можно просто определять, где данного белка больше, где меньше, и по сути делать анализ в сравнении, опять же, с нормальными клетками, нормальными экзосомами, виденными с нормальных клеток. Ну и вот следующее направление, по большей части, в котором мы также, что Василий рассказал про микрофлюидики, это вот такие интегральные системы, которые бы объединяли возможности микрофлюидики, возможности иммуно-таргетинга и в данном случае спектроскопического метода. То есть это вот пример, не связанный с экзосомами, но связанный с использованием микрофлюидики спектроскопического подхода и таргетинга для выделения белков, то есть по сути это может быть перенести на экзосомальную тематику. Ну и в нашей работе, это вот результаты наших исследований и проект, который, в общем-то, в данном настоящий момент выполняется, то есть что мы хотим? Мы, в принципе, хотим использовать, как я сказал, возможности микрофлюидики, то есть создать некий чип, который бы содержал микрофлюидный канал, в котором был бы встроен биосенсор либо с антителами, либо без, то есть и всё это можно было в режиме реального времени смотреть и делать не только детекцию экзосом и выделять их, скажем, из общего пула, выделять аналитически значимые, но и производить анализ. Ну вот на данном графике вот наши первые результаты, которые показали, что действительно такой подход имеет место и, в общем-то, может быть использован для детектирования. В сравнении, опять же, с форуссентным сигналом мы подтвердили вот эти первые результаты и надеемся, что далее мы значительно увеличим эффективность и далее распространим это на, соответственно, большее количество, большее число экзосом. Ну и вот в конце я хотел бы сказать, что действительно метод спектроскопии комбинационного рассеяния, он, в принципе, позволяет делать такой молекулярный анализ биологических объектов, в частности экзосом, причём здесь можно применять как безметочный метод, так и с использованием меток, антител. И что очень важно, ну вот такой некий тоже взгляд в будущее, это всё-таки действительно вот интеграция вот таких систем, в частности микрофлюидики, лазерных технологий, методов спектроскопии и для вот анализа и детектирования, в частности, онкомарковых экзосом, ну вот для, сказать, диагностики, для ранней диагностики заболеваний. Ну и в конце я хотел бы благодарить моих коллег, которые здесь присутствуют и которые, в общем-то, да, сейчас не здесь, за помощь, за эксперименты, за дискуссии и анализ результатов и в надежде на будущее, будущую работу. Ну и спасибо вам за ваше внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Давайте я, наверное, начну. Алексей, скажи, пожалуйста, вот по чувствительности метода, если сравнивать с другими подходами, чем лучше СЕРС для детекции? Ну да, здесь, как я сказал, что, в принципе, возможности этого метода таковы, что может чувствовать даже, ну как, одну молекулу, да, то есть фактически очень чувствительный метод, и, ну если по чувствительности, то, то вот из последних статей, которые были показаны, там чувствительность порядка 10-10, ну, в шестое, там, экзосом, вот, ну я, правда, не помню сейчас объем какой, ну, вот такие вот цифры можно назвать. А можно комбинировать или верифицировать этот метод другими какими-то способами? Ну, я думаю, да, то есть, как я и сказал, что это вот иммуно-таргет, это микрофлюидика, это другие методы, там, тот же иммуноферментный анализ, в этом плане, я думаю, да. Ясно. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, Илья Григорьевич. Потому что это, ну, по идее, это приборы, которые должны выпускаться массово, они должны не отличаться друг от друга. Вы знаете, что сердце, это такая вещь, которую очень трудно сделать воспроизводимой все время. Как вот, какое будущее, вот, с этой точки зрения? Есть, можно делать структуры, которые обеспечивают такую воспроизводительную, но это структуры, как правило, дорогие, а для микрофлюидики, дорогие, тоже не годятся. Вот как это противоречие решить? Ну, да, это хороший вопрос, очень важный. Но на самом деле, да, мы используем вот в наших исследованиях, мы используем структуру, это аналог такой вот, ну, мембраны, да, вот такой для фильтрации. Вот, мы ее с нашим, по нашей технологии модифицируем, и до этого мы показали, что, в принципе, сигнал достаточно однородный, но там есть, понятно, разброс, порядка, там, ну, до 20%, но сейчас мы вышли на более-меньший разброс, то есть, по сути, можно использовать эти подложки, эти сенсоры для вот таких вот вещей, для детектирования, ну, с определенной долей ошибки, но эта ошибка, в общем-то, незначительная, то есть, за счет вот, именно такой вот поверхности, наноструктурированный, за счет того, что за счет этого достигается, ну, не нивелируется, во-первых, вот этот вот разброс, во-вторых, мы используем, ну, скажем, не коллоидную систему, как я сказал, и не узкосфокусированный луч, вот, а именно вот такой, как бы, ну, пятно достаточно, которое снимает сигнал с большой поверхности, что тоже убирает вот эти вот погрешности, в плане точности. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Системе вашей решается проблема селективности. Просто я знаю, что рамановская спектроскопия, она хорошо работает, например, с неорганической фазой. Там действительно очень хорошо можно смотреть за структурой поверхности, за особенностями там решетки кристаллической, да, там того сего, то есть это все здорово. По той как раз причине, что там мало молекул, и у них вот мало за чем нужно следить. А когда вы берете биологический объект, там есть много разных белков, там полисахаридов, что-то гликанов, липидов, и у вас просто получается каша, которая, кроме того, еще и обладает такой тенденцией к неспецсорбциям. И вот как можно как-то повысить эту селективность системы, потому что вы же, строго говоря, будете следить за каким-то набором молекул небольших. Я понял. Спасибо. Это тоже очень важный вопрос. Но в данном случае мы используем антитела, чтобы, во-первых, захватить те экзосомы, которые нужны, аналитически значимые, и далее производить измерения. И второй момент, который бы помог бы выделить из этих наборов пиков, это как раз я сказал, что используется выделение по главным компонентам. То есть это такой статистический подход, фактически просто набирается набор спектров, и далее выделяются главные компоненты, и, соответственно, в матрице уже смотрится, что здесь действительно работает. Я бы сказал, пока так.